Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Давайте приступим. В своих новостях я всегда рассказываю то, самое важное, самое главное, то, чем живет простой народ в Турции. Что говорят, о чем сплетничают, чем интересуются. Из таких моментов, которые у нас очень сильно волнуют народ, естественно, я сразу успокоилась, у нас уже закончили тушить лесные пожары по вот этой ситуации, которой был мой прошлый выпуск новостей. Иногда очаговые какие-то моменты бывают в разных провинциях, в разных местах. И вот эти, знаете, не поджоги. Тема поджогов вообще слегла. И эти пожары происходят более по природным, скажем так, по катаклизмам. Плюс у нас немножко уже спала жара, где-то пошла вода, дождь пошел. Сейчас об этом подробнее. Наводнение у нас уже даже было. И облачная такая погода, то есть солнце не настолько ярко испепеляющее и поджигающее. Это не 50 градусов, да, на солнце, что, в принципе, поджигало что-то сухое. В общем, и пожаров стало меньше. Но сейчас уже идет разговор о последствиях, о лечении животных, которые сгорели. Очень много всяких клиник частных выезжало, я вам говорила. Это волонтерская работа на местах спасает животных. Плод черепах, бабочек, рыбок, блин, до всех вообще. Кроликов, зайчиков в лесах, кабанов диких, всяких этих оленей. В общем, даже заповедные места всякие горели. Поэтому вот эти волонтерские группы по стране организовались. И некоторые ветеринарные, частные, дорогие клиники за свои средства, и средства, которым давали их клиенты, складывались, пожертвовали тоже. Они выезжают, создают вот эти мобильные лагери помощи животных. Вот в этих лесах их не только надо кормить, их надо лечить. Это обгоревшие животные, ожоговая вся ситуация. В общем, окей, эту тему закрываем, потому что она очень больная, животрепещущая. Очень больно, жалко это все вспоминать. Тема вообще, вот эта история пожаров, она очень быстрая. Скажем так, в телевизоре, в новостях этой теме не уделяли внимания. Быстренько все спускается на тормоза. Поднимаются новые темы в стране. Чтобы что? Потому что у людей, я вам в прошлый раз зачитывала, возникло много вопросов. Как вы знаете, когда были пожары, вы видели могли в новостях, на Измир упал метеорит ночью. Никто не пострадал, слава богу. Но видео зафиксировали, реально вспышку в ночном небе летит метеорит. Вы знаете, как в фильмах бывает, в мультиках. У меня ребенок просто космосом интересуется. Реально, ну это интересно было посмотреть, слава богу, никто там не пострадал. Ни на какой дом там, ни на чего. И он был очень маленький, этот метеорит. Он сгорел там в атмосфере, какие-то там остатки только упали на землю. Далее у нас буквально пару дней назад это ужасно. В Канстаману и вообще в той окрестности всей сошел сель. Потому что там был очень сильный дождь, просто ливень огромный. Здесь такое в Турции есть. В Стамбуле тоже год назад был ливень. Осенью или в сентябре где-то я вам рассказывала. Просто за два часа затопило Стамбул нафиг. Есть даже районы, в которых там даже вроде бы погибшие были, я не помню уже. Ливневки не справились. Они здесь есть. Они не справились, они здесь прочищены. Такое количество воды было. И река просто в Кастаману, она вышла из берегов. И еще там пошел сель с горы. То есть это географическое такое положение, что сель сошел, а тут и река поднялась. Это вы знаете потоком как соединилась. Там были просто плыли бревна, деревья, которые на своем ходу сметали машины, людей в машинах. Почему люди, некоторые просто есть погибшие, к сожалению, люди и пострадавшие в больницах, то люди просто не успели сбежать. Это был поток воды, грязи именно с деревьями, с бетоном. Там это все с собой, ну сель стандартная, да вы знаете, что это такое. Куча грязи, глины, которые люди вязли просто. У берегов, там есть тоже видео в интернете, где 4 мужчины взялись за руки и спасали собаку, которая там прибила к берегу, ее смыло, когда вода уже успокоилась, сель сошел. И там у берега около 4 метров просто поломанных деревьев, бревен и всего-всего прочего. То есть в воду даже не зайти, там это просто нечто, это надо видеть. Людей топило и в домах, и кто под мостами всякими был, где какая-то заниженная поверхность до земли. Люди, в общем, попали в капканы, кто-то в машинах. Машины просто плыли, их просто сметала порой волна, это было просто ужасно. Два дня, конечно, страна об этом, обо всем говорила, горевала. Это просто страшно и обидно, что где-то, блин, горит, потушить не могут и нечем тушить. А где-то просто смывает водой, люди тонут в грязи, конечно, кошмар. Там, честно, уцелели дома. Помните, как две недели назад в Германии был поток, сель, вот эта грязь, наводнение. То же самое было в Кастаму, но такая же грязь осталась. Там люди по пояс просто или в грязи и в разрушенном во всем останках, из домов, что вымывало, холодильников, бытовой техники, инструменты всякие, у кого что затопило. Все, что плыло вообще, в общем, вода уносила с собой все. Это просто кошмар. И тема, которая сейчас в стране самая актуальная, набирает обороты. Эта тема забрасывается, естественно, в СМИ и интервью Дабал Эрдуан. Это тема ковида, ограничений. Ее возвращают с низов, скажем так, поднимают, да, на поверхность обсуждений. И тема Афганистана. Тема Афгана. Турция пытается поток беженцев с Афганистана, которых поманили. Америка закончила свою миссию. И, в общем, история с пересечением границ, опять с нелегалами, которые сейчас через Иран идут в Турцию. И непонятно кто. Или это нелегалы, или это террористы. Что вообще происходит? Что это за люди? Все это в интернете все обсуждают, естественно. Под шумок, конечно же. Турецкий военный отправляет президент, который давал интервью туда, на границу. В общем, это новый конфликт там назревает. А-ля урегулировка этой ситуации со стороны Турции. Я не буду вообще это обсуждать, это политика. Мы сейчас время покажет. Немножко подождем. Я сниму отдельный потом выпуск новостей. Посмотрим, куда это привезет. Потому что сейчас версий догадок очень-очень много. Было бы очень глупо, неблагоразумно вставать на какую-то одну позицию, а не трактовать, оповещать, освещать ее. Посмотрим, куда выведет. Потому что пока что действительно в этом вопросе только время разрешит. Еще ничего не понятно и не ясно окончательно. Но новости. Что здесь волнует людей? И демократические, оппозиционные люди, настроенные в стране, их не забываем, около 50% населения, политические партии оппозиционные, они против этой, не то что войны, участия турецкой стороны, а-ля даже как смотрящего регулировщика этой ситуации. Потому что в стране не та экономическая ситуация, когда нужно кого-то куда-то отправлять, тратить на это деньги, вообще влазить в этот военный вопрос. Вопрос не в той экономической ситуации. Турецкая лира, которая опять, мы только-только в течение месяца, а лира чуть-чуть дорожала, поднималась, стагнировался доллар, но нет, она опять обрушилась из-за вот этих заявлений про Афганистан. Естественно, Америка это не поддерживает. Курс доллара опять скаканул, лира опять упала. Сейчас пожары, экономика, сейчас у нас цены на еду, на все сферы жизни, электричество, вся история, опять будут еще расти вверх. Люди говорят сейчас об экономике, о деньгах, о зарплатах. Я вам экономическую статистику сейчас приведу за прошедший год с условиями пандемии. Средняя сейчас зарплата по стране, минималка которую, да, вот этот мрот, как бы можно назвать, минималка по стране 2400 лир. В крупных городах, как Стамбул и так далее, по факту средняя зарплата в районе 4,5-5 тысяч лир для небогатой жизни, это не средний класс сейчас. По ценам, которые на данный момент в магазинах, мы берем сейчас Стамбул, крупные города, потому что в деревнях и цены пониже, фрукты, овощи, главная составляющая рацион питания, там тоже дешевле, даже Анталия в половину по продуктам дешевле, чем Стамбул. Ну и хотя процентов на 30 точно. Я к тому, что вот крупные города Анкара, столица, Стамбул, все такое прочее. И здесь население, кстати, тоже много будем этого тоже учитывать. В общем, большой пласт населения здесь тоже живет. Поэтому говорим о крупном городе. Так вот, сейчас на данный момент в Стамбуле для среднего класса, для семьи с ребенком, если ты живешь в своем жеремелье, то средняя цена на трех членов семьи, то есть взрослых двое, один-два ребенка в среднем, дошкольного среднего такого возраста, там 5-6-7 лет, то есть школа, институт, другие тратятся совсем, да? В общем, питание, электричество, такое бытовое, минимум каких-то, а-ля там развлечений какого-то похода в ресторан, это зарплата, сумма точнее, в районе 10-11 тысяч лир. Это 100 тысяч рублей где-то, условно говоря, чтобы нормально, более-менее средне здесь жить в семье сейчас. На данный момент вот по короне, по всем вот этим стартам, вот на лето 2021 года. Средний класс и чуть выше, да, когда ты можешь сходить куда-то там в ресторан, развлечься. Про отпуск, кстати, там вообще сейчас в этой статистике сказано не было. Но, тем не менее, это уже в районе 15 тысяч лир, да, когда ты живешь свободненько, более-менее у тебя есть какая-то денежка в кармане. Не выживать, я имею в виду. Вот такие расценки сейчас. Кто считает, что здесь дешево, в России дороже, в Москве, да, у меня просто подписчицы, девчонки, с кем я общаюсь, что сюда переезжают, про цены. И понимаешь, что в Стамбуле, по крайней мере, ни разу не дешево жить уже вообще. Это не то, что было год назад, например. Пока что сезон туристический все продлевается. Я думаю, сезону, естественно, дадут закончиться сентябрь, еще октябрь месяц. А вот уже потом идут слушки, разговоры, либо у нас будут, естественно, уже официально заявили о ковидных паспортах по прививкам, кто здесь живет, да. Хочешь ты в кино, торговый центр, в ресторан, даже вообще везде не на террасе сидеть, а внутри в помещениях. Будь добр, прививочку свою показывай, да. Так что хэс-коды эти, может, скоро уже и не нужны, нафиг будут. Для туристов не распространяется. У кого венжи, гражданство, где здесь постоянно проживает в Турции, будут ковид-паспорта, как и в Европе. Даты пока конкретные нет. Ориентировочные сентябрь-октябрь месяц, потому что начинается еще школа. В общем, сейчас будут смотреть по ситуации. На самом деле, они делают зондирование почвы мнения людей. Если бы сейчас люди пошли в протест и пошли бы против на митинги этой истории, то они бы придержали. Такие новости Турции. Пишите ваши комментарии. Я всегда под видео оставляю в инфобоксе свою почту. Если вы хотите записаться ко мне как к психологу на консультацию, пишите туда с темой письма «Консультация». А если хотите поучаствовать в нашем марафоне эмоций, чувств, отношений с противоположным полом, получить формулу здоровых, нормальных отношений для будущего, со 2 сентября нас стартует марафон. Пишите на почту с темой письма «Хочу участвовать в марафоне». Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Всем пока.